Легкий юго-восточный ветер оказался попутным во время круизного перехода участников Черноморской регаты из Новороссийска в Сочи. А при заходе в порт на море установился полный штиль. Поэтому парусники, преодолев 120 миль, прибыли на курорт раньше запланированного. 17 судов из 12 стран корабли как с картинки. Зрелище просто потрясающее. Событие уникальное не только для Сочи. Черноморская регата больших парусников ведет свою историю с 1956 года. Крупнейшее морское событие проходило в десятках стран. В России впервые. Вообще многие морские порты мира подобные мероприятия принимают один раз за всю свою историю. Для Сочи это стало возможным благодаря строительству новой морской гавани. Уже сегодня сочинская марина способна принимать до 200 яхт. А к 2016 году ее планируют расширить до 300 стояночных мест. От сочинской гавани да и от города вообще организаторы регаты в восторге. Эмоциями с журналистами они делятся в морской обстановке на борту одного из парусников. Раньше регату мы проводили только на севере Европы. Решили расширять границы и впервые переместились на юг. В Сочи я бывал четыре раза и не перестаю удивляться. Работа, которая проведена в порту города, просто впечатляет. Мы действительно очень гостеприимный город. Мы город-праздник. И сегодняшнее мероприятие будет мероприятием или стартом мероприятия по продвижению нашего курорта в Сочи как международного конкурентоспособного курорта. Мы действительно сегодня готовы к приему различных лайнеров. Мы готовы к проведению масштабных международных, спортивных, морских и не только соревнований. Сегодня в Сочинской гавани можно увидеть самые большие в мире парусники, в том числе четыре российских. Крузенштерн, Надежда, Мир и Седов. Кстати, Барк Седов, названный в честь русского полярного исследователя, не только самый большой из учебных парусных в мире, но и самый старый, построен в 1921 году. Участник Второй мировой. В Сочи прибыли корабли из Великобритании, Пакистана, Болгарии, Испании. На бортах более полутора тысяч моряков. Посмотреть на корабли и подняться на палубу все желающие могут уже сегодня. Официальный старт регате дали на площади у Южного Мола, в так называемой морской деревне. Среди зрителей не только сочинцы. Некоторые специально на регату приехали из других городов. Сочи все красиво, очень нравится. Очень рады, что вообще приехали в город Сочи и увидеть такое шествие очень прекрасно. Здесь в морской деревне каждый день концерты и праздничные мероприятия. Завтра в программе регаты, парад участников и вручение наград командам-победителям спортивных соревнований, которые завтра же пройдут среди членов экипажей. Морской праздник продолжится до 18 мая. В этот день парад парусов и старт нового этапа гонки. Сочи-Констанца, что в Румынии. Ольга Десятого, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.